В 2025 году в Карабаше появится современный микрорайон с жилой площадью 100 тысяч квадратных метров. При этом никаких типовых многоэтажек. Все строительство будет вестись с учетом градостроительных трендов. Застройщики рассказывают, что создание комфортной среды в приоритете. Задача не стояла как проще. Стояла задача как лучше. Местность гористая. Мы не будем нарушать ландшафт. Мы будем подстраивать, выстраивать дома именно по ландшафту. Будет применена специальная технология. И все это будет обыграно парком. То есть общей благоустроенной территорией. Среди фишек новых домов сквозные подъезды, террасы на первых этажах, отдельные закрытые парковки и никаких машин во дворе. Только детские площадки и проезд для скорых и пожарных машин. Но строители не забыли и о социальных объектах. Через три с небольшим года на пустыре за забором появится жилой микрорайон на 2200 квартир. Но строительство социальной инфраструктуры уже началось. Вот за моей спиной идет стройка бассейна с баней. Рядом в этом же микрорайоне построят еще и школу, детский садик и больницу. Причем школу на 1300 мест будут строить по суперуспешному казанскому проекту. Здесь будет экостанция, IT-лаборатории и мастерские по 3D-моделированию. Детский сад станет самым крупным в городе и сможет вместить 200 дошкольников. Для малышей откроют творческие студии и кружки робототехники. Проектам больницы тоже обещают удивить. Инвестировать в проект «Новый Карабаш» будет русская медная компания. Сумма вложений составит больше 11 миллиардов рублей. А областные власти и муниципалитет возьмут на себя строительство инженерных сетей, дорог, электролиний и трубопроводов. Соглашение о программе развития подписали губернатор области Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Все решения приняты. Мы сейчас полностью обновляем коммунальную инфраструктуру для того масштабного развития и строительства, о котором говорим. Это новый водозабор, новые линии водоснабжения. При этом пользоваться современными соцобъектами и инфраструктурой смогут все жители. Программу развития Карабаша оценил полпред Владимир Якушев. Он отметил, что такой инвестпроект может стать примером не только для других уральских городов, но и в масштабе всей страны. Чтобы то необходимое количество жилья, причем разного жилья, отвечающего требованиям наших граждан, строилось сегодня на территории всей страны. Ну и, конечно, учитывая, что мы сегодня находимся здесь, в Карабаше, то, что касается моногородов, это, конечно, принципиально важно. Первая очередь нового района уже сдана. 43 квартиры в современном доме получили учителя, врачи, ветераны и работники Карабаш-Меди. Кстати, город может похвастаться и уже полностью реализованными программами развития. С 2017 по 2021 годы в городе обновили часть газовых и тепловых сетей, отремонтировали три детских сада. Кроме того, в городе построен спортивный комплекс «Металлург» и современный ТРЦ с кинотеатром «Медь». Иван Абройсимов, Андрей Грещук, 31 канал.